Один из кандидатов на первое место, как раз Юрий Крюков, во многом от того, как он сейчас выступит, будет и зависеть, сумеет ли он ликвидировать свое отставание в пять десяток или не сможет. Ну, вы знаете, на вольных такое расстояние ликвидировать очень тяжело. Два с половиной пироэта на темп одной ногой за ковром. Две десятки, отдай и будь любезен. Темп, полтора пироэта. Хорошо, по пироэтам идет. По пироэтам, а по приземлению сплошные ошибки. А вот я сейчас задумывался, только что мы смотрели сейчас на Диму Гогутова, да? Между ними почти девять лет разницы. Это целое гимнастическое поколение, во всяком случае. А то и не одно. Еще не одно, да. И как бы мне в этом плане хочется Юре-то сказать, чтобы он вполне уже мог бы без такого шороха, ну, таких заметных ошибок выступать. Потому что прокатал он эту программу, ну, сотни раз. Не только в тренировочных, в тренировочных тысячах, а на соревнованиях. Поэтому, конечно, должен уже здесь-то хотя бы легко выступать, непринужденно. Не бояться еще таких мальчишек, как Гог, рядом выступающий с ним. Конечно, но с другой стороны, всегда надо чувствовать, что такие молодые волчата уже дышат тебе в спину и жаркое дыхание обжигает. Этим и силен спорт. Красив и интересен. А Юр-то, на самом деле, выступил не очень хорошо. Да, конечно, нет. По крайней мере, мне выступление его понравилось не слишком. Объясню почему. Хотя бы по той причине, что, ну, повторах это будет видно. Не было четкой фиксации, во-первых, во всех приземлениях практически. То есть, и вот эта мелкая грязь, она столько тебе, у тебя десяток съест, что, боже мой. Двойное сальто. Элемент, который умеют делать просто все. Одной ногой вышел. Это просто не дело мастера, потому что правильно было замечено, что...